МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, комрады! Время без десяти четыре утра или ночи, даже не знаю. Ему покидаем в один из самых крутейших городов мира и едем в аэропорт, чтобы отправиться в один из самых древнейших городов мира, в Куни. Время четыре часа, уйдем по улице Стекляль, опять мимо российского посольства. Прошло два дня. Ну, как бы, общая масса полицейских разосалась, но как бы на Стекляль нет никого. На один автобус полицейский все равно стоит, такое большое посольство. Непонятно почему. Про аэропорт. Если, как бы, ну, не бывали в Стамбуле, собираетесь посидеть. Реально, выбирайте рейсы, которые прилетают и вылетают из аэропорта имени Мусафакимали Ататюрка. Потому что оттуда реально быстрее и удобнее добраться. На общественном транспорте оттуда, ну, за 80 рублей доберетесь. Там надо будет выйти, проехать на метро, пересесть на троллейбус и приедете прямо в самое сердце города. До другого же аэропорта имени Сабиха-Гёгчин добираться по расстоянию раза в два-три больше. И ни троллейбус, ни трамвай туда не ходит. То есть надо на автобусе только ехать. А в Стамбуле реально большие пробки бывают. Больше, чем в Москве. Вот. Ну, и аэропорт Сабиха-Гёгчин. Ну, как бы, раньше Ататюрка. Ататюрка, понятно, через кого назван аэропорт. А Сабиха-Гёгчин, оказывается, это первая военная женщина-пилот Турции. Вот, её в честь назвали аэропорт. Только, ну, туда мы сейчас и отправляемся. Сегодня утро понедельника. Мы стекуляли во вторую часть и ближе к такси, мы ещё... Народ гуляет. На работу, видимо, сегодня особо никому не надо здесь. Даже уличный музыкант вот в пятом часу утра наяривает на домбаре электрической. В общем, автобус найти не так просто. Не совсем рядом с таксимом, ещё минут пять идти. Лучше спросить у местных. Мы у такси спросили, тебе показали. То есть, если отстекляли идти до таксима, выходит на площадь таксим и уходит левее по улочке. И вот наш автобус до Сабихи. И мы в Сабихи. Дорога заняла 40 минут, и это по абсолютно пустым дорогам. Пересекли... А, через Босфор два моста. Мы проехали через два моста имени Ататюрка. И оказались уже в Азии. Так как Босфор делится там был на две части. На европейскую и азиатскую. Ни разу не пользовался печатью посадочных в аэропорту. Можно было и через интернет не регистрироваться. Нам в любом случае настолько регистрация, и это багаж сдать. Ататюрка. Мы в Хойне. По сравнению с Сангула, здесь гораздо холоднее. В Сангуле вчера было довольно солнечное, почти плюс 10 градусов, но здесь ночью минус 10. Днем плюс 4, и снег. Свежо, но хорошо. Из аэропорта Кони можно добраться до города на автобус той же фирмы, Хаваш. Все, в самом городе. По поводу перелета. Летели мы авиакомпании Pegasus. Это знаменитый турецкий лоукост. Билет был куплен, по-моему, на человека за 900, по-моему, рублей. Это никакая не акция, это нормальная цена, если покупать билет заранее. Нормальный самолет, Боинг 737. Нормальный пространство для ног. Ну, все, в принципе, комфортабельно. Перелет занял 50 минут. Трансфер, ну, и автобус, я имею в виду, фирмы Хаваш, из аэропорта до центра города, буквально до Халма-Аладдина, стоит 10 лет, 190 рублей. Так что, вполне все нормально. Идем населяться в отель. Тоже, отель буквально у нас где-то здесь, как в центре. А, еще такой нюанс, что в городе Куни, если летит девушка-молодой человек, мужчина-женщина, довольно проблематично найти жилье. Один номер на двоих. Так как в большинстве отелей спрашивают оригинал свидетельства о правосочетании. Вот, вот такой вот нюанс. Нечащая фарафагина. Не сказать, что в Куни туристов очень много, но популярным средством передвижения здесь являются велосипеды. Вот они, на прокат. Не знаю, сколько по цене. Непонятно. Вот, и как бы, Куни, не скажешь, что такой прям маленький город. Это реально город-миллионник. Здесь, по-моему, 1 миллион 100 тысяч человек проживает. Заселились. Боязет отель. Где-то полторы тысячи рублей номер. Ну, такой небольшой. Ну, переночевать вполне достаточно. Одну ночь. Товарищ Таип Эрдоган что-то рассказывает, видимо, про терроризм в Кайсере. Да, он взрыв был опять. Ладно, сейчас забираемся и гулять. Вышли гулять. Вот так, Куни. Город начинает свою историю 9,5 тысяч лет назад. Здесь было поселение, читал Гуюк. И на него можно посмотреть здесь, на окраине города, остатки археологической раскопки. Там, по-моему, музей какой-то есть. 4 тысячи лет назад город назывался Куван и входил в Хетское царство. В период 13-14 века на протяжении полутора веков был столицей империи сульджуков, которые также входили в территорию Ирана и Ирака. Ну, а позже стал территорией Османской империи. Также город примечательен тем, что здесь... А город упоминается в Библии. Здесь читал проповеди не раз апостол Павел. Здесь этот город считается родиной Святой Параскевы Пятницы. Здесь жил известный математик и поэт Амар Хаям и известный суфий Румий. 1900... Точно год не помню. В 20-х годах, в 27-м году, по-моему, Мустафа Кемали Ататюр посчитал, что в Дервиши как бы не вписываются в политику государства и запретил все суфийские, скажем так, ордены. Но в 1957 году все возвратилось на круги своя. Также этот город можно считать столицей Дервиши. Что самое интересное, сегодня 19 декабря. С 10 по 17 декабря здесь проходил самый крупный фестиваль Дервиши. Ну, немножечко не успели. Ну, ничего страшного. Наверное, самая главная достопримечательность в коне является музей Мевляна. Мевляна – это музей поэта суфия Джаладина Руми, которому около 700 лет. Вот здесь. Ну, как бы я не фанат музеев, да, думал, если недорого, то можно сходить. Вход в итоге оказался стоит 50 лир. Это в районе 1000 рублей. Так что я подумал, ну его нафиг. В музее Мевляна также хранится фрагмент бороды пророка Мухаммеда. Тщательно храняется. Я уже упоминал, что это, наверное, самый религиозный город вообще всей Турции. И если приезжаете сюда, ну, в принципе, девушкам все наряды, скажем, вызывающие вида, стоит оставить в гостиничном номере. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сложно сказать, что именно сподвигло на поездку в Коню. Когда планировался маршрут, ну, основной точкой была Каппадокия. Соответственно, пару дней Стамбул. Но можно было посетить что-нибудь еще. Я рассмотрел вариант еще Эфес и Памукали. Ну, Эфес как-то особо, не знаю, наверное, не впечатляет. Памукали как бы и летом сейчас зрелище не самое красивое, а зимой уж тем более. Тем более, что вот там набирают из шлангов. А, наверное, в Коню сподвигло... Сподвигло посетить Коню, наверное, всего лишь одно единственное здание. Ну, как бы, не, понятно, что и город, в принципе, атмосферный здесь, интересно, да. Но больше всего мне на картинках понравилась мечеть Азизея. То есть похожих на нее мечети я до этого не видел. Вот она как раз перед нами. Построена мечеть была в 17 веке, но в 19 веке сгорела. После реконструкции получила черты османского барокко. На самом деле, очень красивая мечеть. Наверное, одна из самых красивых вообще в стране. КОНЕЦ Вот мы говорим в Кафешку дёна за 2.5 лир. Меньше чем за 50 рублей. Кусто, это совершенно. Горяченько. Орлелья? Сыганцы? Только что неожиданно мне принесли бесплатный чай. Причем чай не яблочный, как обычно в Турцахуле я привык пить, а из киви очень-очень приятный, и Юлию принесли черный чай, а из киви очень вкусный. Ну что, у нас действительно никто денег за чай не взял, город нравится все больше и больше, приятный город, тихий такой, аутентичный, по-русски здесь никто не разговаривает, более того, здесь по-английски, по-моему, тоже никто не разговаривал, и очень много, ну где-то райончик магазинчиков, реально там штаны какие-то такие, типа спортивных, шапки, по 80-100 рублей. Руссия? Руссия? Окей, Туркиш баклама! КНОТЛА! Зеро калорий! КНОТЛА! 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 Церковь Святого Петра, 1910 год. Учитывая, что это очень религиозный город, алкоголь здесь найти практически нереально, разве что в каких-нибудь барах, дорогих отелях. КНОТЛА! Что примечательно, потому что не так давно в Кони, но видели уже три фонтана в Нишадренный мороз, все они работали. Вот здесь вот маленький фонтанчик. Это дом-музей Мустафы Кемали Ататюрка. Он не раз посещал Кони и, скажем так, администрация города выделила ему здесь дом. Несмотря на то, что город старый, как такового старого города здесь нет, а просто старые достопримечательности соседствуют с новостроем. Здесь бесплатные туалеты, чистые, много бумаги, салфеток, мыло. И все это бесплатно. Никто не набирает рулоны. Что еще бросилось в глаза в Кони, это практически полное отсутствие бездомных кошек и собак. Я видел только одну собаку, и то не фокшена бездомная. И, опять же, бездомных людей нет. То есть таких же попрошаек. Ну, понятно, это, скажем так, прерогатива мегаполисов. А здесь все очень мило, уютно, аутентично, атмосферно. В принципе, ну, я считаю, что одного дня в Кони более чем достаточно еще путешествовать по Турции. Как бы побывать здесь однозначно стоит, ну, день, наверное, максимум. Может, кому-то покажется мало, я считаю, вполне. Поднялись на пол Аладдина. Может, куда-нибудь зайти? Ничего себе? Да что-то все на реставрации как-то. Могила Сельджукских Султанов. По-турецки уже читать могу. Холм Аладдина. Это парк с фонтанами. А, непосредственно, на самом холме стоит реставрация. Мечеть Аладдина. Старейшая мечеть в Кони строится, начинала в 1116 году. А закончили ее строительство в 1221 году. То есть, более 100 лет она строилась. Окончание строительства пришлось на время правления Аладдина Кейкубата. Собственно, через которого мечеть была названа. И данный холм тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Пока я снимал таймлапс, меня угостили конфетами. Продавец просто вышел и дал мне горстку конфет. КОНЕЦ Зашли в магазин, набрали еды. Завтра выдвигаемся в Каппадокию. Или хотя бы до Невшхир как-нибудь добраться. Честно говоря, изначально планировалось добраться до Каппадокии автостопом. Это отсюда где-то 250 км, но надо сначала из города на трассу выбраться. Ну, в общем, пока не совсем понятно. Сейчас, может, погугли, может, на какой-нибудь автобус уедем. Видно будет. Ну, Кони-город очень хороший, такой аутентичный, атмосферный. Действительно, прям, очень здесь здорово, но холодно. То есть, всего лишь там минус три, но, может, сейчас чуть-чуть холоднее. Но снега нет и прям он пробирает. Ну, всё, мы в отель. И завтра, в первые половины дня, каким-то образом, вот, нам, по-моему, туда. Каким-то образом будем выбираться уже в сторону Невшахира, Каппадокии, Кайсири туда. Всё. Спасибо.